На Медней Евангелии я читал. Шикарная книга. Святые апостолы написали. Сам Господь им указал, что написать, как, ибо книга о Боге. Так что интересно. Завсегда говорили у нас в народе, да и теперь еще говорят, что Бог суровый, страшный, злой и за всякую промашку бьет нещадно. А потом еще и вечный ад будет. А в Евангелии я прочитал, что Бог оказывается вовсе не злой. Даже такая невероятная характеристика в Евангелии. «Бог есть любовь». Вот это да! Я аж поперхнулся. Мне так понравилось это слово «Бог есть любовь». Я стал его читать много-много раз. Здорово! Просто супер! Оказывается, это мы злые. Мы деремся, воруем и убиваем, мстим и ненавидим. Почему деремся? Потому что Бога не знаем. Потому что любовь не знаем. А Бог-то как раз желает, чтобы и мы не воевали, и не убивали. Но любили. Возможно ли такое? Возможно! И нужно! Ведь в Евангелии написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Сижу вот, радуюсь, Его любовь в душу стекает, благодать возникает. Да такая благодать, что я тоже исполняюсь любовью. Ты понимаешь, я такой злой, хочу и могу любить. Вот оно Евангелие, слово любви, дело любви, сама любовь. А как бы так чего сотворить, чтобы в нас любовь возникла и утвердилась? И вот как апостол Петр говорит, «По слушанием истине, через Духа, очистив души ваших нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Давайте, друзья мои, очистим души нашей истинной Евангелия и будем жить в любви.